Международная выставка открылась в Старооскольском центре народных промыслов. Лоскутные картины мастериц из разных стран упрёк людям, неберегущим планету. Творческий экопроект посвятили вырубке лесов, загрязнению воды и исчезновению животных и растений. Сгоревшие леса, исчезающие гагары, отравленные нефтяными разливами вода – в этот раз экологические проблемы не в телерепортажах и на страницах газет, а на текстильных картинах. Выставка «Лес, вода и красная книга» – это три десятка работ из России, Белоруссии и Италии. Боль океана, бурый медведь, штрих-код воды. Названия – говорящие. Внимание привлекает большое полотно фламинго. Это авторская картина Ольги Бурлаченко из Иркутска. Многие посетители задерживаются и у сшитого из лоскутов белого журавля. Этот стерх Светланы Фокиной приехал к нам из Челябинского Чебаркуля. Мы рады представить международную выставку современного лоскутного шитья, руководитель нашего проекта живет в Италии, в городе Кротани. Это Юлия Решетникова, и мы под ее руководством творим. Мы затронули три важнейших экологических темы – вырубка лесов, загрязнение воды, исчезновение животных, птиц и растений. Это, конечно, зашифровано в каждой работе история. Мастерицы шьют, импровизируя. Не используют линеек, шаблонов. Первоначальный эскиз в итоге может кардинально измениться. И модный нынче рециклинг – переработка вторсырья – нашел здесь применение. Вторую жизнь дают ставшим ненужными вещам. Платья, рубашки и юбки превращаются в текстильные картины. Еще одна изюминка нынешней выставки – многие ее участницы лоскутным шитьем занимаются непрофессионально и не имеют звания народных и заслуженных мастериц. В основном люди вообще далекие от шитья. И только вот загоревшись, они освоили технические приемы на занятиях у Юлии Решетниковой и дальше начали шить. Вы можете посмотреть, что и работа-то разного уровня. Но в целом вот выставка смотрится гармонично. Среди тех, кого очаровало лоскутное шитье, и Марина Леонова. Она тоже берет уроки мастерства. Признается, бетчворк стал любовью с первого взгляда. В этой технике уже сделала себе жилетку и сумочку. Лоскутница будет очень интересна. И вообще это замечательно. Мне нравится изучать японские техники, вот эти швы, всякие тряпочки. Я пришла на выставку, и мне она очень понравилась. Я как начинающий такой еще ученик-ученик. И работу мастеров посмотрела. Все вот эти шовчики, подбор ткани, цвета. У меня такая проблема еще с подбором цвета. Это оказывается так сложно. Выставка в Центре народных промыслов будет работать до 26 мая. Лариса Ульяненко, Павел Казакевич, Елизавета Очкасова, 9 канал.